Гол был офсайтом и сначала нечего... Боже, он не застылал. В первую очередь, в роли с победой, с дебютным мячом забитым. В тот момент, когда отменили ваш первый гол, что вы почувствовали какой-то? И вообще, как там была ситуация складывается? Было офсайтом или нет? Ну, офсайтом, если подняли, если не засчитали, значит, было офсайтом. Ну, было немного неловко после празднования такого. У меня так впервые, если честно. Поэтому так немного первые минуты, конечно, еще думал об этом моменте. Потом постарался забыть этот момент и все-таки забить чистый голубь. Голевую передачу делал Рауш, да? И потом то же самое повторилось в случае с дебзабитым мячом. Что у вас за связка? Как вы с ним взаимодействуете? Как будто давно уже играете вместе. Ну, у Кости вроде левая нога хорошая, но, как видите, он оба пассы правой отдал. И очень такие классные пассы, прям первоклассные, которые надо было решать, что, в принципе, и получилось сделать. Жалко, что и первый мяч не засчитали. Потому что была хорошая атака, хорошо вылился там и забил. Но второй гол уже так немного из доли везения, что дотянулся до мяча. А когда вы решили, что надо ногой тянуться, там, как мяч еще в масоколе к телу, вы встали в эту ситуацию? Ну, знаю, как-то. Ну, как-то на чувстве, что посчитал-почитал правильно, но ногой все-таки решить. Служилось впечатление, как будто вы не очень сильно радовались, когда забили во второй раз, уже ждали, что барбут станут? Ну, я немного, да, конечно, после первого момента эмоции потихли, и как-то было странно. И все-таки ждал. После последнего момента все-таки судья сказал, что все чисто, засчитано. Но я уже был на центре поля, поэтому как-то было не так радоваться. А насколько важно для нападающего, который только пришел в команду, вообще первый гол за бюджет? Думали об этом какой-то груз спусит? Да не особо груз. Ну, конечно, хотелось забить всегда нападающего, мне кажется, кого хочется забить. Но главное, хотелось сегодняшней победы. Реабилитироваться после «Спартака» и перед болельщиками, порадовать их все-таки. Поэтому, считаю, удалось. Хотя немного второй тайм и подсели. Но будем работать. У Тамбова была хорошая серия, да? Вот перед перерывом в чемпионате, в принципе, они в матче проиграли. Что знали про эту команду и какое впечатление произвело она сегодня на вас? Ну, узнали, что они играют от обороны очень плотно и очень цепкие защитники. За каждый мяч борются. Поэтому все готовились к непростой игре. Что, в принципе, и получилось. И увидели. В конце они полезли вперед. И было не опасно, но все-таки тревожно. Она была полностью бесконцентрированная, чтобы не пропустить атаку. И вот еще вопрос про взаимодействие с «Аушем». В том тайме даже пяткой, да, по-моему, пытались сыграть. Ну да. Что у вас за связка такая как-то быстро сработает на зрителях? Да нет. Не только с Костей. У меня, в принципе, со всеми хорошие взаимопонимания на поле. Ну, так получилось, что с Костей так было ярко выражено. Сегодня вышли в стартовом составе «Спартаком». Во втором тайме физически на весь матч готовы? Или есть какие-то пока проблемы? Да нет. Да нет. Чувствовал себя в конце нормально. Ну, немного подустал, понятно. Была такая непростая игра и борьбы много было. Ну, я думаю, выдержал. Был еще момент во втором тайме. Надо было ее использовать. Вот, кстати, о моменте во втором тайме. У вас нет ощущений, что пока левые ворота на «Динамо»? Есть немного, что там трибуна болельщиков немного как-то не идет пока. Но ничего, будем работать. Постараюсь в следующих играх распечатать. Как вам русская лига после первых матча? Все нормально. Много борьбы. Она намного сильнее, чем чешская лига? Ну, сильнее чувствуется, да. Больше мастеровитых игроков и, не знаю, больше давления все-таки и на игрока, и на команду. В чем тут проявляется давление? А вы больше пишете? Больше о себе читаете? Да нет. В принципе, писали и до этого. Как-то я не обращал внимания. Ну, самое главное – это, конечно, трибуны. Больше стадион, больше болельщиков. Это всегда чувствуется. Когда ты уходишь в Болеславию, когда 3 тысячи. Или когда ты на ВТБ-арену. Сегодня я не почитал, сколько было. 10 тысяч. Даже 10 тысяч в 5 раз больше. Ну, сами понимаете, что давление больше. Ну, в принципе, одну-две игры и все. И ты уже должен вкатываться и адаптироваться к этому. А автобусы в России и в Чехии отличаются? Я имею в виду такой, как в Тамбов сегодня выставил. Там есть такие команды? Ну, там, знаете как, команда выстраивается в автобусы, ну, как играет оборона, когда уже ведет. Вот как мы с ними примерно второй там играли. Вот так примерно и играют и в Чехии некоторые команды, которые хотят сохранить счет и вырвать победу. Ну, и защитники, конечно, здесь такие еще большие. Сильнее, мощнее. Тамбов за какое место в Чехии борются? Тамбов? Да. Тяжело меня ответить, если честно, я не знаю. А Динамо? Динамо за высокое, конечно. Ну, конечно. Нет, это очень легкий вопрос. Вот был скепсис по отношению к вам о том, что, ну, вот Чешская лига не такая сильная, как в России, и вам придется тяжело. Ну, как считай, вы преодолели это? Ну, вам виднее, вы видите две игры, четыре момента, один гол, один засчитанный. Если вы дальше так продолжаете, то, я думаю, и вопрос таких не возьмет. Это великая статистика, если вы так дальше будете продавать. Ну, дай бог, я буду только сейчас, как и вы, мне кажется. Вы себе какую-то цель ставите на лист? Сколько хотели? Нет, такой цель никогда не ставлю. Конечно, каждую игру хочу, так сказать, результативно проводить, либо заканчивать победу, но мне не важно. Забил, но проиграли, будут как-то такие чувства непонятные. Если выиграли, но не забил, уже лучше. Ну, вы так в Чехии приучили к тому, что забиваете через два десятка, да? Больше двадцати. В России здесь, ну, не так далеко люди, которые вверху бомбардирской гонки. Смотрите два, кто там первый сейчас? Ну, Элдор и Артем, да. Они оба по одиннадцать забили. Да, так. Ну, смотри, вы считаете. Ну и? Удастся вам не догнать? Если удастся, это будет фантастика и супер, конечно, результат. Почему нет? А если не удастся, ничего страшного, а Динамо займет шестое место, это будет вообще супер результат. Почему фантастика? Вы считаете, что десять, ну, это фантастический результат? За пол сезона, в принципе, считаю, что это реально. Но когда ты переходишь с более сильной лигой, это не всегда так легко. Просто по ощущениям я вижу, что вам не так трудно дается эта адаптация. Я думал, будет сложнее, а он реально круто адаптирует. Ну, дай бог, я же говорю, все зависит дальше от результата. Я, как бы, не загадываю, не вперед. Как будет, так будет. Если будет восемь-девять голов за сезон, за этот будет супер. Почему нет? Если будет меньше, ну, я не расстроюсь. А если мы займемся шестое место? Пока по тем людям, но против которых вы играли, кто самый классный защитник? Ну, понятно, что две команды. Две команды? Ну, две команды. Ну, Спартак игрался. Самый классный кто из Спартаковского? Ну, я думаю, Джеке, понятное дело. Но все-таки, да, он капитан. И сборная тоже, как бы, безоговорочный лидер в Центре обороны. Кстати, о сборной через неделю у Черчесова объявит состав. Ждете вы здесь? У меня через неделю игра с Сериком. Дальше будет видно. Я буду готовиться к игре с Сериком, а сборной пока особо не думаю. Насколько вы погружаетесь в Русскую лигу? А? Насколько вы погружаетесь в Русскую лигу? Посмотрите все матчи, все обзоры. Что для вас здесь удивительное? Да я об этом. Понятно, что вы играли здесь, да, и после его вращения? Ничего, мне классно. Мне нравится проявлять себя. Если так дальше будет, вообще классно. Почему нет? То есть все в кайфе. Да, да, да. Пока я получаю удовольствие от того, что и появляются моменты. И вот сегодня принялась команде 3 очка. Супер. Нужно еще пару слов Диновским болельщикам перед 8 марта. Есть ли какая-то подобная традиция в Чехии? Что-нибудь такое? Не, я, кстати, не помню. Не помню, если честно. Ну, обратитесь, вот что-нибудь скажите. Ну, дорогие девушки, женщины, всех с наступающим праздником. Побольше улыбайтесь, будьте счастливыми. Ваши улыбки нас заряжают на победы. Спасибо.